В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите итоговую программу «Город». В студии Татьяна Анкудович. Здравствуйте. Колоссальный объем дорог привели в надлежащее состояние в Выборге в этом году. На морской набережной уложили новый асфальт, обновили тротуары и восстановили бордюры, нанесли хорошо заметную пластиковую разметку. Полностью отремонтировали Приморское шоссе от Приморской до Круговой. Заасфальтированы проезжие части тротуары, проезды к социальным объектам и контейнерным площадкам. Аналогичные работы капитального характера проведены на третьей бригадной. Более 50 тысяч квадратных метров отремонтировали карточным методом, то есть большими участками. Этот акцент был в этом году выбран в рамках того, что не делать точечно, а конкретно полностью улицу, а использовать карточный метод, чтобы можно было комфортно передвигаться жителям города Выборга. Основные улицы, которые в рамках карточного были сделаны, это улица Кривоносова, Ленинградское шоссе, Ленинградский проспект, Московский проспект, улица Батарейная, Госпитальная, ну и ряд других улиц. Карточным методом отремонтирован также крепостной мост. Помимо проезжей части, приведено в порядок перильное ограждение с усилением конструкций. Еще более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна заменено в межквартальных проездах на проспекте Победы, Фабричной, Садовой и других улицах. Подводя итоги, можно сказать, что в этом году были проведены колоссальные работы. Объем финансирования, конечно, тоже достаточно большой в этом. Это больше 160 миллионов рублей было потрачено на эти цели. Отремонтирована улица Штурма, расширена и заасфальтирована проезжая часть, оборудован тротуар и парковочные места у здания архива, установлены стилизованные фонари. Таким образом преобразился весь Смолиной мыс. В прошлом году саму общественную территорию реконструировали в рамках программы «Комфортная среда». Также в этом году были выделены средства на ремонт улицы Промышленной в промзоне Лазаревка по обращениям жителей. Главу администрации было принято решение выделить дополнительное финансирование, чтобы закончить работу по асфальтированию улицы Промышленного. От железнодорожного переезда, от промышленной дома 2, да, и до примыкания к Ленинградскому шоссе. Сейчас проведены конкурсные процедуры. Эти работы будут закончены в этом году. Благо, погодные условия благоприятствуют, и я думаю, что в этом году мы полностью эти работы закончим. Соответственно, проблема по подъезду к промышленной зоне Лазаревка, да, по улице Промышленная, будет снята. Дороги ремонтировали не только в Выборге. В районе приводили в порядок магистрали, находящиеся на балансе муниципального образования. В их числе подъезд к поселку Сосновый Бор. Из местного бюджета было выделено порядка 28 миллионов рублей. И теперь в населенный пункт жители ездят по качественной трассе. Сейчас ремонтируют подъезд к поселку Яшино. Кроме того, Выборгский район в этом году принял на баланс еще несколько дорог. Также в рамках инвентаризационной комиссии по Выборгскому району были в казну района приняты ряд дорог. Это подъезд к поселку Подгорное. И, соответственно, дорога Вяза-Манула в Приморском поселении. Соответственно, сейчас будут проводиться конкурсные процедуры пока на их обслуживание. В дальнейшем будем осмечивать работы по их ремонту. На каждый отремонтированный объект действует гарантийный срок, в рамках которого подрядчик отвечает за состояние. На дороге 5 лет, на межквартальные проезды 2 года. Качество и объем проведенных в этом году работ оценили и горожане, и гости Выборга. Я заметил, что ремонт дорог проводится. Ну, это все. Если Выборг будет продолжать и дальше так развиваться, то мы просто будем тут не раз в год, а по три раза в год к вам приезжать. Спасибо большое, вы молодцы. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». В Выборгской поликлинике появился компьютерный томограф. Пока новое оборудование работает в тестовом режиме. После получения эпид-заключения, КТ-исследования станут доступны для всех пациентов. До сих пор подобный аппарат был только в стационаре. И он, конечно, не мог в полном объеме удовлетворить потребности города. Мы очень долго ждали компьютерный томограф. Наконец-то наша мечта, мечта наших врачей осуществилась. Нам поставили 16-срезовый томограф. Конечно же, нужно помнить о том, что КТ-исследования невозможно делать всем. И этого просто-напросто не нужно делать. Нужно помнить, что здесь очень большая лучевая нагрузка. И доктор сам принимает решение о необходимости выполнения данного исследования. Медики подчеркивают, зачастую можно обойтись обычным рентгеновским снимком. Компьютерный томограф предназначен для диагностики, к примеру, серьезных легочных заболеваний и ишемических изменений в головном мозге. Постепенно расширяется и техническая база стационара Выборгской межрайонной больницы. Наиболее быстро у нас развиваются два отделения. Это связано с тем, что они оснащены новым оборудованием. Это эндоскопическое оборудование на лор-отделении. Также у них имеется лазер. То есть все операции стали бескровными. Также активно развивается офтальмология. Мы сейчас на потоке лечим катаракту, то есть осуществляем замену хрусталика. Операция по замене хрусталика проводится по системе ОМС, то есть бесплатно. Отделение офтальмологии оснащено современным аппаратом микрохирургии глаза – факоэмульсификатором. Хирург-офтальмолог Екатерина Темченко в этой операционной ежедневно побеждает катаракту. Во время операции делается всего три небольших прокола. Не накладываются швов. Устанавливается интраокулярная линза, которая самостоятельно расправляется и фиксируется внутри глаза. У нас в нашем распоряжении сейчас имеются современные линзы с высоким коэффициентом адгезивности, которые способны дать пациенту зрение на достаточно высоком уровне. Ограничений по возрасту для этих операций нет. Даже в 90 лет мы можем прооперировать и дать человеку зрение, что значительно улучшает качество жизни. Ольга Рассадникова – учитель английского языка в Светогорской школе. В отделение офтальмологии она попала в надежде вернуть ясность зрения. Меня сегодня разбудила Ольга Никитична. И она говорит, Оля, я вижу дверь, а вчера я ее не видела. И я поступила, я не видела эту дверь. И так она готова была к каждому подойти, расцеловать и обнять. Вот ее такая радость. Она с 37-го года рождения. А доктор наш Екатерина Павловна. Молодец, умничка, такая внимательная. Вот знаете, мое желание, когда я выпишусь, подарить ей букет цветов. Изменилось за последний год и отделение урологии. Одно из последних приобретений здесь – уротэроскоп. Новое оборудование позволяет удалять камни без разрезов. До его появления операции производились только через полосной доступ. А это минимум недельная госпитализация. Данное оборудование – уротэроскоп. Уротэроскоп в сочетании с литотриптором помогает через естественные пути избавить пациента от камня мочевого пузыря, от камня мочеточника, сократив послеоперационную травму и снизив койко-день значительно. Впрочем, при всех успехах в Выборгской межрайонной больнице жалоб по-прежнему много. Как правило, они касаются долгого ожидания врачебного приема и дефицита самих врачей. Очереди большие, конечно. Поменьше очередей, конечно, было бы в поликлиниках. В южной поликлинике, да, там бывает к врачу не попасть. Видимо, платят мало врачам и медсестрам. Не за что здорово стараться, выходит. Поэтому вот и уходят в частные. Платить надо больше людям. Руководство больницы от проблем не открещивается и всеми доступными способами пытается их решать. В первую очередь это касается дефицита кадров. Большой проблемой является все-таки существующий дефицит кадров. Несмотря на то, что за последний год нам удалось принять на работу 31 врача при оттоке 6, и все-таки существуют специальности, по которым еще есть дефицит. Это наиболее сильный дефицит мы испытываем по терапевтическому профилю. Это участковые врачи. Сейчас мы принимаем терапевтов на работу. Этот процесс идет, он не прекращается. И до тех пор, пока мы не восполним пробелы эти, мы будем работать в этом направлении. По узким специалистам тоже есть дефициты. Это кардиологи и неврологи. Также в реконструкции нуждаются некоторые внутренние помещения больницы. Работа в этом направлении уже ведется. Наиболее такие реперные точки наши – это приемный покой, в котором смешиваются все потоки. И, в общем-то, получается, что приемный покой, который направлен на наказание неотложной помощи, и куда поступать должны только тяжелые пациенты, он загружен подчас непрофильными пациентами. То есть те, кто пытаются получить амбулаторную помощь, и эти потоки перекрещиваются, отсюда определенные затруднения. Конечно, там требуется тоже организационные изменения, там требуется увеличение площадей, над чем мы сейчас и работаем. Работы, конечно, еще много, признается Олег Карасев. Проблемы копились годами, и решить их одним днем невозможно. Пока же ведется планомерная работа по поставкам нового оборудования и ежедневный поиск новых специалистов. Аэродром на полках в шкафу. Борис Аркадьевич Иванов – моделист с 40-летним стажем. В его коллекции сотни самолетов, вертолетов и автомобилей разных эпох и стран. Масштаб 1 к 72. Свои работы мастер неоднократно представлял на различных выставках. Реалистично раскрашенные, детально проработанные, каждый из бортов уникален. К примеру, это английское воздушное судно прошлого века. Он интересен тем, что у него фюзеляж стоит на нижнем крыле. Не вмонтировано в это крыло. Это нить для бисероплетения. Самое тонкое, которое я нашел, толщиной 0,12 мм. Есть еще тоньше, но мне как-то не попадается. Борис Аркадьевич вкладывает в свое хобби всю душу. Любую модель он тщательно дорабатывает. Для этого у него есть целая мастерская. Когда-нибудь слышали, чтобы мужчина говорил, это моя кухня. Какое-то рабочее место у меня на кухне. Это моя кухня. Супругу уступает в кухню? Уступает. Ей деваться действительно некуда. Вот так вот, и потихонечку начинаешь. На полках весь набор. Ножи, иголки, кисти. В общем, все, что может пригодиться в моделизме. В этом деле просто раскрасить модели мало. Часто мастер дополняет их реалистичными деталями. Навигационные огни. Справа зеленый должен быть, слева красный. На моделях они либо обозначены просто, либо сделаны очень топорно. И делаю их сам. Вырезал кусочек, где должен быть огонь. Вклеил кусочки цветного оргстекла. Отверстия в крыльях и фюзеляже делаются крошечным сверлом. Вот у этого, например, диаметр 0,3 мм. Порой работать приходится с настолько мелкими деталями, что их с трудом улавливает оптика нашей видеокамеры. Для окрашивания Борис Аркадьевич использует как аэрограф, так и простые кисти и краски. Ведь модель – это не только самолет, но и экипаж. Он признается, за годы увлечения моделизмом подход к работе несколько изменился. Вот это я собирал где-то лет 35 назад. Вот это я собрал в этом году. Вот разница. Комплект, набор один и тот же пластиковый. Подход разный. Это французский истребитель, конец 30-х, начало 40-х годов, Девуатин, Д520С. Много лет Борис Аркадьевич работал следователем прокуратуры. Наверное, именно оттуда столь скрупулезный подход к увлечению. Он не просто собирает модели, но и тщательно изучает их историю. На полках – целое собрание энциклопедий о мировой авиации. К слову, есть в этой коллекции и автомобили, но их значительно меньше. Все же воздушные суда увлекают намного сильнее. Оно и неудивительно, ведь за каждым этим самолетом или вертолетом стоит огромный труд и целая история. История о гениальности инженерной мысли и терпении в стремлении создать шедевр, даже если это только модель. Татьяна Анкудович, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Любовные драмы, незабываемое музыкальное сопровождение. На сцене – гостиная конца 19 века. В ее интерьерах – жизнь провинциальной интеллигенции. Все в лучших чеховских традициях. К слову, в последний раз Чехова здесь ставили 20 лет назад. Тогда зрители с восторгом принимали трех сестер. На этот раз постановка посвящена юбилеям сразу трех актеров. Дядя Ваня возник вообще случайно. Как-то вдруг мы спохватили, что у Евгения Ивановича, Тамары Анатольевны и Максима Юрьевича юбилеи. Юбилеи. И все вот в конце года у ребят в октябре, у Тамары в декабре. И вот надо было что-то придумать. Что-то придумать достаточно равноценное по значимости. И в одной работе, потому что на троих делать трех спектаклов, просто у нас ни времени, не хватило бы ни средств, ни мощностей, так сказать, производственных. Заслуженный артист России Евгений Никитин признается, дядя Ваня – его любимая пьеса Чехова. Вопросы ее постановки на сцене родного театра он поднимал неоднократно. И вот, наконец, свершилось. В преддверии 70-летия актер примерил роль Ивана Войницкого. Я как бы давно к этой пьесе был неравнодушен и очень хотел. Хотел и говорил все время. И уже как бы отчаялся, вот и пришел срок наконец-то, там, большие годы, 70 лет, да. И вдруг мне поступил звонок, и говорит, так, у нас юбилей, я срочно беру дядю Ваню. С именем Евгения Никитина связана вся история театра «Святая крепость». В его копилке десятки ролей и даже работа в качестве художника-оформителя в некоторых спектаклях. Еще один юбиляр Максим Гладков в новой постановке играет роль профессора Серебрякова. Несмотря на то, что самому актеру исполнилось 50, роль Седовласова старика с трудным характером не стала для него сверхсложной, скорее интересной. Старичков не приходилось играть, но вот такого, с таким характером, мне посчастливилось играть впервые. Ну, вообще, каждый актер должен быть адвокатом своей роли. Даже если он играет там убийцу, маньяка, все равно где-то надо внутри оправдать, почему человек так действует. Максим Гладков в «Святой крепости» с 1997 года. До этого он окончил Нижегородское театральное училище. Есть за его плечами и режиссерский опыт. В этом качестве он поставил ряд спектаклей в детской студии театра. «Пришлите мне чай в кабинет, будьте добры». Вспомнить классику зрителю помогут заслуженная артистка России Тамара Белова, Евгения Смирнова, Ольга Гурина, Дарья Цымбал, Антон Косолапов, Вячеслав Леонтьев. Официальная премьера «Дяди Вани» намечена на февраль будущего года. Дзюдо считается одним из самых безопасных видов единоборств для детей. Его название так и переводится – «мягкий путь». Здесь не учат проявлению агрессии, но зато тренировки дают прекрасный опыт самообороны, укрепляя при этом все группы мышц. «Большое внимание уделяем укреплению, во-первых, позвоночника, правильным передвижением. Много координации должно быть, это работа на координацию, что всегда полезно для всех. Даже если кто-то не становится выдающимся спортсменом, грубо говоря, то все равно полезно пройти весь этот путь, укрепить себя, создать хороший фундамент. Есть здоровье, есть возможности себя реализовать и в обществе, и в семье, еще добиться своих целей в жизни». Занятия проводятся в специально оборудованных залах. Множество спортсменов, успешно выступавших на всероссийских и международных соревнованиях, были воспитаны именно здесь. «Вы видите, у нас 45 лет нашей федерации, которая в Выборгском районе была организована. Это был праздник в прошлом году, в этом году уже 46. То есть давние традиции есть, история, но теперь мы занимаемся в школе «Фаворит». В зале наше внимание сразу привлекла юная и, по словам тренеров, амбициозная Дарья Миронова. Юная спортсменка уже попадала в объектив камеры Выборгской муниципальной телекомпании на районных соревнованиях. В дзюдо Дарье уже пять лет, а на будущее у нее большие планы – стать олимпийской чемпионкой. «Это они что сейчас отрабатывают?» «Ну, это такая отработка, свободная работа. Что ему сейчас удобно, то и делает». Пройдем дальше в зал тяжелой атлетики. В этом виде спорта главное – грамотно и с умом подходить к тренировкам, не забывая о технике безопасности. За правильностью выполнения упражнений следит тренер Андрей Лилейко. Отделение открылось в 2006 году. На сегодня в этой дисциплине подготовлено восемь мастеров спорта. «Пришел, сначала качался, потом что-то дотянуло. Тренер предложил, сказал, давай заниматься тяжелой атлетикой. Я сказал, да, конечно. Как-то пошло. Уже девять лет. Планы – олимпийские игры. То есть хочется попасть в олимпиаду, хотя бы одну выиграть. И моя цель достигнута. То есть хочется, чтобы дети тоже занимались, будущее поколение тоже побольше ходило занималось». Алексей Михайлов утверждает, что тренировки и достигнутые результаты придали ему уверенности в себе. Ведь тяжелую атлетику можно вполне назвать публичным видом спорта. Почему нет? Успехи и усердие спортсменов так вдохновили, что самой захотелось взять в руки штангу. «Давайте представим, что я первый раз пришла на тренировку. И что бы вы со мной сделали?» «Первое, чтобы мы начали бы заниматься общей физической подготовкой. Мы бы укрепили вашу спину первые, ноги, плечи». Несмотря на не совсем подходящий внешний вид, мне все-таки разрешили прикоснуться к миру тяжелой атлетики. «Это базовые дополнительные упражнения. Жим кожи от груди, в наклоне, в готовке спортсменов, жим стоя, то есть армейский жим, все эти упражнения. Ну что, давайте попробуем. Руки прямые. И теперь опускаем. Не бросаем, а контролируя опускаем до касания груди. Если мастицу умеем, встречаем мою. Мастица – это что такое? И теперь из груди мощно выталкиваем. Мощно толкаем ее. Вот и все». «Это спорт сильных и духом, и телом людей. А дальше у нас такие перспективы. В следующем году на базе нашего СК «Выборг», спортивного комплекса «Выборг» будет проходить первый раз «Первистор России» по тяжелоатлетике среди юношей и девушек 13-15 лет и 15-17 лет. Наши спортсмены участвуют в этих соревнованиях. То есть наши спортсмены, я планирую, что в сборной Ленинградской области где-то процентов 50 будет состава наших спортсменов. Поэтому в секции тяжелой атлетики ждут школьников от 10 лет и старше. И юношей, и девушек. Тренировки проходят каждый день после 17 часов. Галина Давыдова, Александр Сорокин. Медиагруппа «Наш город». На этом все. Напомню, что следите за самыми интересными новостями вместе с нами вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова